С первого по 43-й годы на этой территории шли непрерывные ожесточённые бои. Земля изрыта воронками, извинит, стоит лишь поднести металлоискатель. Десятки братских могил. Тысячи солдат, так и оставшихся, лежать на поле боя. Более 20 лет ежегодно здесь проходят вахты памяти. Поисковые отряды со всей страны приезжают сюда, чтобы отдать долг погибшим, поднять останки и придать их земле с воинскими почестями. Буквально каждый перелесок, каждая возвышенность хранят здесь свою историю войны. Эта высотка, которую, может, защищало 20 человек, она не войдёт ни в один справочник, ни в один учебник. А мы её, эту историю высотки, можем прочитать по следам, потому что насколько там металла сохранилась в земле, насколько там было отстрела, настолько, насколько на этой высотке лежит непогребённых солдат, и вдруг возникает совершенно другая история в деталях. На высоте зелёной мы с ребятами подняли пятерых, в немецких окопах поднимаем солдата аккуратно, и когда вынимаем вот череп, там во рту очищаем, вынимаем фаланги пальцев. То есть в последний момент своей жизни он там, что кричал, он мама, как он прикусил от боли, или это, может быть, разведка была. Это сейчас нельзя установить. Вот он так вот и застыл с прикушенными пальцами. Но есть ещё история той семьи, которая жила без отца. Голодалые, мёрзли, которые не могли получить образование. Я помню, как нам писала одна женщина, дочь солдата, когда мы нашли. Мы ей там задавали вопрос, может, надо какие-то документы, что по инкомату. Она говорит, ну что ж мне теперь сейчас? Сейчас мы уже вырастили своих детей, они у меня хорошие, получили образование. И дальше приписка, как же мы хотели учиться, только невозможно это было делать. В истории моей бабушки, которая осталась с пятью сыновьями, маленькая, худенькая, и потерялась с дедушкой, и которая была в эвакуации, и как она там на квартирах чужих, и как она рассказывает, как дети просили есть, особенно у самой маленькой. Она на печке жарила кусочки картошки, переворачивая их вот один на другой, и выстраивала их в очередь. Самый старший сын стоял последним. Он получал свой кусочек картошки пятым. Вот эти истории, конечно, они меня потрясают. За годы поисковой работы были подняты и расшифрованы сотни солдатских медальонов. Имя, фамилия, адрес. Бывало, что медальонами бойцам служили ложки, фляжки. Удается находить и родственников погибших. Дети, внуки и правнуки приезжают сюда со всей страны. Привозят фотографии, письма, истории солдат, которые еще совсем недавно считались без вести пропавшими. Когда появлялось лицо воина, это совершенно переворачивало наше представление о том, чем мы занимаемся. Когда ты видишь глаза солдат, когда ты видишь их таких разных, красивых, некрасивых, умных, интеллигентных, простых, деревенских, там, не знаю, вот разных-разных-разных, они приобретают конкретные черты. Письмо прислала Александра. Вот эта вот девочка маленькая. Она здесь есть, но это их семейная фотография. Ей сейчас 75 лет. Когда пришло письмо, я его открыл, воспалил фотографию. Он как живой, тут он с женой. И у меня сейчас слезы текли. Я техникум, винтовки, пристрелил для спортсменов-биатлонистов, 29 очков еле выдал. У меня руки трясли, если я не мог этот кружок поймать. А теперь представляете, что значат эти лица для людей, которые носят их черты лица, которые по крови им близки, которые носят их фамилии, их отчество. И вдруг ты видишь, насколько он на него похож. Как похожи глаза, как похожи улыбки, как похожи вот все то, что можно сочетать с фотографией. Очень приятно нести портрет своего прадеда, который служил на войне. А ты на него похож? Ну, может быть, да. А хочется? Да, конечно же. Вы же понимаете, какое это впечатление производят на всех окружающих. Это, я не знаю, как прививка от безнравственности. Это как какое-то лекарство, которое дает возможность разберегить душу, задуматься о том, о чем, может быть, раньше никогда не задумывались. Понимаешь, что главные ценности в жизни это своя собственная семья. Главные герои нашей страны это герои твои собственные, из твоей семьи, твои родные. Мы обязательно сделаем так, чтобы и в каждой деревне пошел бессмертный полк. И пусть выйдут 20 человек с портретами людей. И выйдут в самое, ну, центральное место своей деревни. А это, как правило, братское захоронение. У нас же нет деревень без братских захоронений. На нашей боевой территории нет такой деревни, где не было бы братского захоронения. И вот пусть они в 20 человек выйдут с портретами, но они будут чувствовать, что в это время они присоединяются на какой же это Бог. Это не Бог, это целая армия бессмертная. 9 мая мы ждем с портретами вашего солдата на построении бессмертного полка. Они должны пройти парадным строем в любые времена.